Всем привет, вы с Олегом Соскиным. Сегодня у нас 02.10.2023 год. Вы на моем большом канале, второй Соскин Юс тоже смотрите, сделал вам по ситуации сегодня, которая сложилась в США по отношению к Украине. То есть никаких денег не будет и все публикации западные показывают, что вопрос Украины уже в порядке дня финансирования, обороны, оружия и все остальное, деньги на финансирование расходной части бюджета Украины. То есть они полностью ушли с приоритета Конгресса США. И до, по сути, они уже и не появятся. Практически до, да может и вообще не появятся, скажем так. Потому что очень прижали этого Кевина Маккартни, товарищи с правой части республиканцев, сказали, будешь говорить, что это про Украину, а не про Америку, ее интересы, про границу. Так тогда зачем тебе быть спикером, потому что ты не выражаешь интересы избирателей, которые голосуют за Трампа и за республиканцев. Поэтому ты тогда сторонник Байдена и типа по сути они не говорят, но я вам так выскажу точку зрения, что ты тогда предатель внутри республиканцев и тебя надо гнать соответственно железной метлой. Ну Кевин понял, что шутки плохи, поэтому вопроса по деньгам для Украины уже не будет. Плюс будет импичмент Байдену, так что и сына его, видно, отправят под белые ручинки на лет 20. Они думали Трампа посадят, а придется этого, как его, сына Байдена посадить, вот, Хаммера или как там он, поэтому, Хантера, Хантера, Господи, Хантера. Вот, поэтому надо еще и брата может посадить, там такие по-китайским этим всем махинациям дела вскрываются. Так что вся семья может сесть в тюрьму вместо Трампа. То есть идет очень серьезные разборки. И Украина в этом плане просто как мячик. Пинг-понг такой, пум-пум-пум-пум. Так что надо делать выводы, надо в Украине, так сказать, девочек менять в Верховном Совете. Тем более скандал становится еще более грандиозным. Поскольку денег нет ни для армии, ни для пенсионеров, ни выплат, то есть нечем будет. Значит, они будут опять деньги печатать. Если они будут деньги печатать, будет инфляция, девальвация, как сейчас в Турции, где идет обвал этой лиры. Они уже там то лето ей обклеивают. Уже официально говорили, будет они планировали около 24% инфляции. А сейчас уже официально по концу 23-го уже говорят 58-59% инфляции. Но они дурачки еще ошибаются. Будет не 59, а будет все 80% инфляции. Потому что лира летит в Тар-Тарары, уже ее курс к доллару 27, почти 27,5 лир за один американский доллар. Поэтому Эрдоган, как говорится, щеки свои надувает, ведет войны разные и прочее. Азербайджан поддерживает в этих войнах с Израилем вместе против Армении и против Ирана. Но ситуация для Эрдогана очень плохая. Очень плохая. Ну и не только у Эрдогана, у других же тоже. Так вот, смотрите, что получается. То есть никаких же Байрактара завода нет. То есть шахиды реально есть. Их все больше. И каждую ночь украинцы это чувствуют. У них уже 30-40. Тяжело будет, когда будет 50. То есть уже будет половину не будут забивать. Будет уже 50% в цели попадать. А куда они бьют? В гражданские объекты, в инфраструктуру, в теплоэлектростанции, в предприятия и так далее. В зерновые хранилища, склады, элеваторы. Там по этому Небулону попали перед этим. Да, в Гумани все там сколько сгорело. Сейчас в Харькове ракеты С-300 бьют по этим торговым павильонам. Херсон обстреливают эти российские бомбы управляемые. То есть россиян все больше и больше оружия. Украины все меньше и меньше. И своего ничего нет. Только Зеленский щеки надувает. И тут его, конечно, очень сильно вжарил. Конечно, по полной программе. Маск. Ну, это серьезнейший человек. Конечно, этот мем, где он изобразил этого бедного Зеленского. Вот с такими, да, делами. Написал, что, дорогой, что ты ж тут прямо не можешь, это говорит, его лицо. Через пять минут, как он не просил еще одного миллиарда долларов. Ну, и, соответственно, этот мем набрал у него там десятки миллионов уже просмотров. Сорок тысяч комментариев. Тонные эти все, да. Огромные там полмиллиона, что ли, лайков и так далее, и так далее. Тот случай. Ну, и что же дальше произошло? Дальше произошло следующее, что решил над этим пошутить. Ну, как бы, решил встать на защиту Зеленского. Такой товарищ есть у нас, Тафичук, который занял место. Ну, говорят, что, может, он этот самый тоже, как бы, чей-то. Есть такое понятие. Ну, ладно. Вот, что он тоже, так сказать, входит в какие-то группы и прочее. Входит, не знаем, не входит, но, может, когда-то узнаем. Короче, выставили карикатуру, разные начали выставлять карикатуры. Я вам говорил, там и телеграм-каналы, и Ивана Маска, обвинять его в российской пропаганде, там, в мундире его российской ФСБ. И так далее, полковником изобразили, что не генералом. Вот. И тут отличился, ну, и что-то на официальном там сайте Верховного Совета, там его изобразили, лицо такое карикатурное, Илона Маска. И отличился у нас дорогой Руслан Стефанчук. Вы знаете, что написал? Что Илон Маск оказался в кавычках по уши в этом дерьме, типа. Вот. Заявил спикер, из-за мема про Зеленского. Заявил Руслан Стефанчук. Глава Верховного... Спикер Верховного... Правильно. Он отметил свои публикации американского миллиардера, назвав его чуваком. Я так понимаю, джюд, да? Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так. И через пять минут он был по уши в дерьме, написал глава украинского парламента. Да, на этот мем, который Маск опубликовал, когда ты уже пять минут лицо не просил миллиарда долларов помощи. Ну, мем жестокий, конечно, по поводу Зеленского, потому что тут, ну, что сказать. Это же трагедия для Украины, да? Украина потеряла огромные потери несет страшные. Но это еще раз показывает, вот, показывает суть мира, тех, кто его держит. И эта суть безжалостна, поэтому тут... Но сама реакция какая совершенно безумная, вот, собственно, в Украине. Ну, вот смотрите, почему безумная? Вот все же просто, да? Форбс. Десятка самых богатых миллиардеров мира. 23-й год, фотогалерея Форбса. Вот, видите, на первом месте находится такой паренек. Бернар Арно и его семья. Брендами они владеют, разными очень. Франция. Состояние 211,8 миллиардов. Вот, почитайте, откроете, что там нет. А вот смотрите, кто на втором месте, знаете, этого чувака? Как его назвал этот наш Стофийчук? Это Илон Маск. Состояние 180 миллиардов. Тесла, SpaceX. Возраст 51. Он совсем молодой человек. Вот он был на первом месте, потому что в 22-м году он обогнал Джеффа Безоса. Вот. Ну, а в 23-м отступил на второе место. Маск крупнейший акционер Теслы 23%. Вот. Это за 20 лет он все выстроил. Ну, у него там падали они это. Твиттер он теперь у него будет подниматься. Это понятно. SpaceX продолжает расти у него. Это уже 140 миллиардов. Вот. Стоит он меньше, чем год назад. А третий Безос идет. Потом Ларри Эллисон и так далее. Вот Безос третий, да? То есть Маск в 22-м был первый, а в 23-м он второй. После Арно. Понимаете? А скажите, а где этот наш Стефанчук стоит? На каком месте? Не знаете случайно или кто-то там еще? Нет, не знаете? Нет. То есть состояние Маска где-то, наверное, почти в два раза больше, чем весь ВВП Украины и Стефанчук за 23-й год будет. Ну, в полтора так точно. Понимаешь или нет, что ты делаешь? Вы же просто не будьте обезьянки такими безумными, потому что есть такая система, да, Starlink, знаете, да? И Маска дал ее Украине, Пентагону. А на Starlink держится вся фактически система связи украинской армии на фронте. Нет? Не соображаете? А кто в начале агрессии дал бесплатно Starlink? Случайно не Маск? Стефанчук, а ты вообще что-то дал? Зеленский, ты там, вообще вы что-то дали Украине? Сколько ты денег дал на оборону? Что ты вообще можешь показать? Что ты сделал для Зеленский? Ты и так далее. Ну, Зеленский, ладно, там он что-то делает. А ты что сделал? Кроме того, что ты вместе со всеми пальчики жмешь своими рученьками шаловливыми вы все, чтобы продлевать антиконституционное военное положение и сделать страны концлаер. Стефанчук, ты вообще понимаешь, что ты делаешь или нет? Ну, ладно, телеграм-канал. И они там дети собрались, там анонимные. Вот они там что-то балуются, там песочники своим играют. Это такое дело, что с них с детей возьмешь. Они даже свои фамилии, лиц своих не показывают. Потому что боятся, это же не шутки так. Можно, как на заборе там написал всякую дрянь, да и все. А вылезти ж на поверхность страшно, потому что ж можно и потом не спрятаться успеть. Вот, ну, то такое это, как говорится, забавки всякие. Буданов тоже. Уже если Буданов в самом деле финансирует и артикулирует, так сказать, помойные грязные телеграм-каналы и вот эти вот паскудные идеи, всякая брань и дрянь, то это не делает чести Буданову и его жене-психологине. Или у него уже ее нету. Он еще в последнее время все время всякими блондинками фотографируется. Это он зря так делает, так не надо опускаться. Вот, а то получится из грязи в князи, а потом снова в грязь. А с князей в грязь падать. Буданов очень больно, поверь. Многих я видел, которыми это происходило. Не ты первый, не ты ж последний. Ну и то же самое может быть и с этим малюком. Он же не хочет быть всю жизнь малюком. Правда, хочет чуть-чуть вырасти, а то все малюк да малюк. Так, надо тогда расти, аккуратнее. То есть, имеем огромнейший мировой скандал уже. Это просто-просто фантастический. Ну и, собственно, Маск этим мемом похоронил Зеленского с точки зрения его реноме, политического, будущего и всего остального. То есть, все. Он изобразил Зеленского такой, знаете, уличным попрошайкой. Такие стоят возле магазинов. Вот я часто видел тоже разных торговых возле торговых. Есть такие профессиональные попрошайки. Они все время стоят с этим стаканчиком и просят деньги. Везде, они везде. Есть в Украине, в Болгарии, в Чехии, там в Словакии, в Греции. Где их только... Тебе поедешь, там обязательно есть эти попрошайки. Это профессиональные попрошайки. Вот они стоят нагло, просят это. Фактически, вот Маск сделал Зеленского уличного попрошайку. Ну, это, конечно, очень нехорошо. Это очень жестоко, потому что люди ж не виноваты. Люди, украинцы, миллионы, сотни тысяч ушедших из жизни, женщин, детей, старшего возраста, людей, воинов наших. Они ж не виноваты, они отстаивают Украину. Просто такое руководство, ну что сделаешь, такое руководство. То есть, что надо делать выводы? Надо делать выводы. Все, тренд поддержки Украины в мире прошел. Зеленский всем надоел. Его Камарилья, эти Маркаровы, эти все попрошайки надоели. То есть, Запад успокоился. Запад достиг своих целей. Ну, если российские машины уже никто нигде не пускает, представляете? То есть, фактически, благодаря стойкости Украины, Россию выкинули на маргинез с рынка мирового. И с нее делают изгоя. Обыкновенного изгоя. У миллиардеров все забрали. Конфисковали у них деньги. С их, этих, как они называются, Боже мой, С государственных запасов забрали деньги. У миллиардеров забрали деньги. Яхты, самолеты, дворцы. Бедного давили он Фридмана, Что, когда к нему пришли, он хотел выпрыгнуть с этого дома. Представляете? Фридман выпрыгивает со своего личного частного дома в Лондоне. Это же безумие какое-то. Представляете? Вот вдумайтесь только в это. Вот. И так всех их. Это классно. Их же деньги забрали. Убрали лишних конкурентов. Благодаря кому? Благодаря Путину, ненормальному, который напал у Украины. И Украина выстояла. И теперь просто Россию поделили на ноль или умножили на ноль. Кому как лучше. Естественно, не стояла бы Украина. Путин бы уже шел. Уже бы он был в Польше, в Литве, Латвии, Эстонии. Он бы уже, бог знает, куда бы добрался. А так он, его Украина остановила героическим своим подвигом. Народ остановил. Ну, не Зеленский же. Народ остановил. И сегодня Зеленского уже просто стирают. А раз стирают Зеленского, стирают Украину. Вот что значит. И Маска это прочувствовал и показал. Потому что он чувствительный. Но у него второе место в мире. Понимаете или нет? И, естественно, оскорблять Маска, это просто... Ну, во-первых, это глупо. Во-вторых, надо было с ним налаживать отношения. Ну, Федору, видно, дали по шапке, что он это хотел сделать. А в-третьих, если он сейчас заберет, разорвет контракт с Пентагоном и заберет Старлинг. Ребята, вам полный трындец. Вам просто полный трындец будет. А к этому все идет. Плюс у Пентагона уже нет денег финансировать этот проект по Старлингу. Нет? Не думали никогда про это? Кретинчики. То есть, вывод какой делаем? Этот Верховный Совет превратился просто в гнилую кучу отбросов гниющих. Гниющая куча отбросов. Надо делать выборы немедленно. Это уже полная фиаско. Надо идти на то, что я вам говорил. Опять меня, болваны, не слушаете. Зря не слушаете. Надо немедленно садиться за переговоры и подписывать временное соглашение о прекращении огня. Немедленно отменять военное положение. Просто немедленно и готовиться к выборам. Пока не поздно. Пока не поздно. Путин, в принципе, на это готов, потому что он хочет... Ну, говорят, будет укрепление. Ну, будет. Ну, и Украина будет укрепляться. Они будут это... Ну, вот у Путина тогда появляются новые задачи. У него новые задачи будут. Изоляция ж Путина не прекратится с других стран. Ну, не будет. Ну, будет в Украине перемирие. Не будет боевых действий. Мы не можем поднять до такого уровня мобилизацию. Смотрите, тут же еще одно безумное заявление сделал еще один красавчик. Бывший министр обороны сделал. В Великобритании Уоллес. Это, конечно, просто на уши надеть ему. Что он заявил? Что он заявил? Бывший министр обороны Уоллес заявил. Дейли Телеграф. Вот сейчас, 2 октября. Посоветовал Зеленскому руководству Украины активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления. Написал в колонке, которая опубликована в воскресенье. А сегодня у нас, получается, понедельник. В газете Дейли Телеграф. Прямая речь. Украина также должна сыграть свою роль. Средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет. Дальше он, пусть я понимаю, желание типа Зеленского сберечь президента, молодежь для будущего, написал Уоллес, признав, что людские ресурсы России намного больше. И дальше он такую фразу пишет. То есть это человек, живущий прошлым, которым он никогда не был. Он просто не знает этого прошлого. Он не был его участником. Он просто его излагает. Это самый мерзостный подход. Это так называемый подход из прошлого в будущее. Перенос автоматический. Точно так же, как Великобритания сделала в 1939 и 1941 годах это. Возможно, пришло время провести переоценку масштабов украинской мобилизации, заметил бывший министр обороны. Это безумец может так написать. Ну, тут еще он всякое писал. Ну, Британия же не дает же уже денег Украине. Он говорил, увеличьте это. Украине было обещано 4,6 миллиарда. Дали только... Сколько дали? Дали, дали, дали. Сейчас где-то чуть больше 2 миллиардов этих самых фунтов стерлингов. Вот что заявил дорогой наш Олес. То есть, он говорит, давайте отправляйте Зеленский молодежь, чтобы не было вообще украинцев, не осталось. Понимаете, что он творит? В Украине нет людских ресурсов. Уже все. В Украине уже не рождаются дети. Уже будет огромная не просто демографическая яма, а катастрофа. Она началась уже в 22-м году. В 23-м это уже просто отсутствие почти рождения детей. Плюс уничтожение детей. Плюс нерождение детей. Плюс... То есть, все. В Украине не рождается новая популяция, население. Вы понимаете, что это происходит или нет? Это геноцид Зеленский. То есть, вот вам Маск, вот вам США. Фронт стоит. Все. Фронт уже последнюю неделю стоит. Никаких изменений. Там Зеленский говорил, Бахмут возьмем, еще 2-3 города. Зеленский уже ничего не возьмешь. Все. На Купенское направление известно, что бросили опять эти подразделения 25-й армии. То есть, что есть у этого Путина, этого урода, гребаного, садиста? У него есть совершенно в огромнейших объемах... Ну, я их не знаю, как их назвать. Это какая-то абсолютно недумающая, живая биомасса, готовая пойти и сдохнуть в степях Украины, в этих окопах. Это десятки тысяч людей. Вот просто... Или они зомбированы. Или они думают, что их фотографии потом будут носить их, типа, кто останется, типа, будет какой-то бессмертный там у них полк или дивизия. Это Россия, это РФ нынешняя, как я понимаю. Это некрофильная цивилизация. Это кладбище. У них воспевается культ мертвых. В принципе, это в Египте было. Это Вавилон, Месопотамия. Есть таких много стран, особенно Египет, где воспевался... Ну, кстати, и в этом, в Америке Южной. Если брать ацтеков, то это тоже воспевание культа мертвых. То есть, ну, много есть стран, где просто вот поклонение мертвым идет. Кстати, в Китае тоже такая же, в Японии, система. Там нету культа живых. Там мертвых воспевают, хранят и все прочее. То же самое сегодня в России, но еще более. Там считается, что надо вообще пойти на территорию Украины в степях, сдохнуть, падалью стать. И тогда ты, типа, становишься героем. Ребята, вас вообще, московиты, вас вообще никто не вспомнит. Вы просто, ну, вас просто смоет так же, как смыло всех остальных. Это все искусственно при Путине сделано. Путин тоже недалекий в этом плане человек. Если уже Джугашвили, такого изощреннейшего убийцу, высочайшего уровня посвящения, своя же банда прибила с помощью врачей, которые изготовили это лекарство, которые ему влили, пять дней он вздыхал. Пять дней вздыхал. Так это же, разве Путина, Шоломова, Джугашвили, Сталина можно сравнивать? Или Распутина как убивали, да? То есть они с темканилием отравили, били его, потом топили, он все никак сдохнуть не мог. О, Распутин. Путин, Распутин, да? Все близко, правда? Перекликается. Гришка Распутин, а это Володька Путин. Поэтому опомнитесь, опомнитесь, потом в каждый раз были бунты суровые, кровавые, беспощадные. У вас он тоже будет. Обязательно. Вы обречены на это. Никакой империи у вас не будет. Вы обязательно распадетесь. Но Украина, дорогие мои, ну верхушка прогнила у нас, понятно все. Они просто, вот партия войны, дорвавшаяся до корыта. Но есть умные или не осталось. Есть умные, которые думают. Уже все, мировое правительство за кулиса уже все поставило. Украина обнулена. Теперь их задача. Вот Уоллес поставил задачу Зеленскому и его Камарилии уничтожить молодое поколение. Уничтожить армию, уничтожить наше население. А не пошел бы этот Уоллес, так сказать, лесом. Пошел он в одно место, этот Уоллес. Вместе с своими идиотскими, кретинскими предложениями. Видите, оно так все вроде умный было. Потом бац. Ну, ему приказали. Ему сказали, надо вот это опубликовать, чтобы украинцы веселее шли вздыхать. Надо молодежь перебить. Вывод делаем опять простой. Еще раз стучусь, у кого есть кусочки мозгов. Немедленная отмена военного положения. Немедленная, немедленная подготовка к парламентским выборам. Немедленная. Все. Штаты не будут финансованы. Не верьте европейскому. Ну, кому бербок. Они полностью все потеряли. Урсулы фон дер Ляйн, Борреля не будет уже в следующем году. В июне выборы. Смотрите, что произошло в Словакии. Увидите, что сейчас в Польше будет. Никакого возврата уже к целованию в десна между Зеленским и Дудой не будет. Все. Все. Любовь прошла, увяли помидоры. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону Польши. Уходили, так сказать, добровольцы в разные стороны на гражданскую войну. Все. Все. Вспомните слова украинского гимна. Витяну даду. Все. Ничего не сделай. Поэтому надо взять паузу. Надо сойти с бруствера. Надо дать возможность, чтобы Путин вышел напрямую и ударил по северу. Надо всячески ему в этом содействовать. А мы в это время будем зализывать раны. А там будет видно. У нас нет королей, герцогов, князей и прочих. У нас просто есть нанятые люди для управления каким-то способом, в какой-то способ государством. Все. У нас нет ни диктаторов, ни тиранов, ни верховных правителей. Надо. Завканцелярия не может у нас быть каким-то, так сказать, канцлером, теневым кардиналом. Это невозможно. Черным, серым или черно-серым в клеточку, в полосочку. Это невозможно априори. Хотите гражданскую войну? Хотите социальную войну? Что хотите, скажите. Определитесь. Вот так бы я вам сформулировал нынешнюю ситуацию. Уже все. После вот этих всех заявлений, вот этого мема, вот этого Олеса, вот этого США, Кевина Маккартни, все, все, ситуация резко поменялась. Поэтому надо вернуться к внутренним делам. Немедленно. Немедленно. Ну, был бы нормальным, какие-то мэры были, еще что-то было бы, кто-то независимый. Надо собирать совет городов. Совет городов и определяться. Все. Формировать правительство национального единства, национального спасения. Возвращаться к конституции, ничего страшного. А то ведь выборы правильно их провести. Ну, потеряли там. Как этот самый, если бы вот этого астролога Андреева, там он сделал с каким-то товарищем, с этим КГБшником, обзор, там, говорит, что где-то 14,6-х Украины территории потеряно. Даже меньше, чем я говорил. Ну, это не так уж много. Да, потеряно. Ну, что здесь. Сегодня потеряно, завтра вернем еще и больше, может. Поэтому надо становиться взрослыми. Взрослыми. Взрослеть надо. Ну, кто-то и не может. Кто-то в состоянии, так сказать, находится другу в этом плане. Поэтому пока есть время, пока еще есть западные деньги, западное вооружение, еще есть октябрь. Ну, и где-то ноябрь. Вот здесь два месяца, когда надо это решить. Не позднее конца ноября, в начале декабря надо провести парламентские выборы. Не надо этого бояться, ничего страшного. Я так думаю. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.